приветствую вас друзья с вами варчик сегодня мы поговорим на такую глобальную проблему в игре world of tanks как turbo сливы в turbo сливы входит очень много всяких таких интересных тем из-за чего они происходят что не так что хотелось бы в игре поправить и со временем это все вырастает все большую большую проблему ну и как раньше в основном чаще всего все говорили что turbo сливы это в основном одна проблема только в том что перья поле всем пушки ну и в основном там молодец о такое тыры-пыры и в общем все это казалось бы единственная проблема в игре пушечки пириаполь но как по мне очень большая проблема тут не только в этом а и практически во всем есть по чуть-чуть проблемы ну и самая большая на мой взгляд это такая вот совместная проблема карты и отсутствие адекватной игры на этих картах танкистов то есть танкисты мало того что играют на не играбельных картах так и не еще и и играют максимально отвратительно по тактике что касаемо карт карты давно себя уже изжили марте я так понимаю выйдет картошка 10 и это будет новый движок новые hd карты их там будет кажется 20 чем-то насколько я понимаю то есть не все карты перейдут вожди некоторые чуть-чуть задержат принципе там не только перевод карт вожди но и переделка по геймплею небольшая а может быть это даже большая ждет эти карты и это очень важно поскольку не только визуальная составляющая нужно игре уже просто замылили глаза эти старые карты уже видеть их никто не может по крайней мере я точно но и по геймплею карты очень стали не играбельные поскольку ттх танчиков все эти годы менялась а карты и вообще не изменяются даже новые не добавляются добавили чисто один париж который который честно говоря такой себе по геймплею и карта честно говоря на недоделанное также еще в картах присутствует такое что один респ лучше другого по крайней мере на одном респе все очень легко и нравится позиции прям сами зовут занять их а на другом респе практически очень все тяжело все трудно никуда не подлезть и играть вообще не очень и это при том что нормальные даже игроки им тяжело не говоря уже о плохих так вот вот эти плохие игроки кстати тоже очень достаточно виноваты в турбосливах поскольку они играют неадекватно ну как бы перья пыли пушечки танчиком так эти еще танкисты слабоиграющие они занимают такие места что просто капец становятся там кучками по пять танков и где-нибудь там в кустах стоят при том что им никто не светит допустим на прохоровке они стоят в пятером один танчик какой-то мимолетный проехал засветил пятерых и плазмоганами их хоп и сдуло минус 5 ой турбослив начался они вообще просто не понимают что у них есть башню у них какая-то броня во лбу есть можно какое-то место другое занять как-то активно поиграть они просто становятся и стоят один танк их подсветил даже если он слился он их все равно засветил и они просто силуэт в контур хоп и полопались и враги получили преимущество там в пять танков начали поджимать а союзники уже никакие позиции не держат все сыпется рассыпается и пошел турбослив то же самое на десятках на десятках там вообще пару танков слилось и все одна команда пошла как катком наматывает другую и все бой закончился все это из-за того что либо кто-то упоролся послевался либо кто-то стоит в одном месте и вообще не ощущает что такое бой просто ждут когда им в прицел заедут и ничего не делают и дальше идет в дело перья паные пушки если раньше слива этих нескольких танков ничего не решал то сейчас преимущество прям набирает быстро обороты и каток победный пошел все turbo слив но раньше такого не было потому что таких перья паных танков как сейчас не было и танчики так помедленнее там перепулькивались и потихоньку бодались достаточно было времени бои были дольше и было достаточно времени чтоб сделать какие-то тактические переезды и возможно отыграть какие-то потери слившихся слабых игроков вот и мы получаем что совокупность неиграбельных карт плюс один рез практически всегда лучше другого в куче с слабыми игроками и перья панами пушками это прям такой вот совместный каток слива боев которые просто перемалывают каждый бой по три минуты исчезает одна команда всегда бои делятся такое ощущение что на пару типов первый тип это когда команда делится на две кучки становятся в одну клетку и ждут когда их с одного засвета по пол команды по вырезают второй тип боя это когда несколько танков где-то упоролись сдохли команда врагов получила преимущество и просто поехала кучей вперед опять turbo победа ну вот в принципе и все ну иногда там бывают и бои в которых реально пострелялись друг с другом померились скиллом танчиками и будет был достойный но такого сейчас все реже и реже также приходится сейчас заряжать чуть ли не full голду до паек потому что он имба потому что бои настолько быстро заканчиваться что тебе надо хоть как-то успеть отставлять этот урон свой средний в 3-4 тысячи но также и бывают карты на которых практически никогда нет turbo боев такие как аэродром но аэродром честно говоря уже заезженная карта и скучновато на ней играть но turbo боев там практически не бывает потому что вся карта состоит из укрытий но и укрытия в кемперских позициях тоже присутствует таким образом слабые игроки которые кучкуются в кустах они находятся более-менее иногда в укрытии поэтому даже засветившись они не сразу умирают также те которые едут сливаться вперед они тоже немного находится в укрытии и даже им слиться не так уж и легко хотя они стараются поэтому turbo боев на аэродроме не так уж много да в принципе там особо их не видно но карта такая себе по интересности вот и получается что совокупность одинаковых боев turbo сливов и также тех боев там день карта не позволяет сделать turbo слив но карта скучно и получается что со временем уже world of tanks начинает наскучивать я не знаю сколько надо терпения чтобы дотянуть до этого марта когда выпустят уже эти hd карты хоть что-то мои глаза в этой игре увидят новые также начале боя несколько дурачков которые сливаются они бывают сливаются из xvm не один раз было у меня на стриме что люди просто в открытое поле по центру карты выезжают останавливаются и тупо стреляют в меня просто потому что xvm показывают фиолетовый цвет они конечно же умирают какой-то урон не там наносят но это уже минус 2 3 танка и все опять начинается эти turbo победы потому что ну люди неадекватные играют они в какой-то свой непонятный world of tanks со своими миссиями медалями воина за два фрага и так далее также еще присыпем это все артой с оглушением и получаем что уже просто непонятно куда себя всунуть в игре world of tanks чтобы просто спокойно поиграть в обычный world of tanks не в turbo бои не в скучную карту никогда тебя весь бой напрягает арта а просто спокойно по перестреливаться с врагами покататься по карте поменять позиции фланги опять по перестреливаться с врагами просто спокойненько аккуратненько посводиться популькаться посмотреть как прикалываются с твоей стрельбы вбр пободаться с кем-нибудь покружить там каточки позбивать по поджиматься куда-нибудь но сейчас такие бои что то времени на это нет в бою потому что он кончился то карта такая что просто она скучная ты стоишь либо на тебя дурочки упоролись потому что их своим ну из арта своим оглушением радует так что крепчаем собираемся с духом и терпим до марта скрестили пальчики и надеемся что в марте будет лучше с вами был арчик играть красиво пока